Итак, всем здравствуйте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и мы продолжаем наш разговор о трансферном окне в России. Оно, как известно, длиннее, чем в большинстве европейских чемпионатов, но и у этого трансферного окна тоже есть свои пределы. И у нас сейчас потихонечку закрывается летний период до заявок, и на фоне всего этого многие клубы пытаются все-таки закрыть те вопросы, которые были для них актуальны. В это летнее окно. В частности, московский Спартак, который потерял Соболева, потерял сперва по факту, потому что игрок перестал просто выступать за свою команду, и из-за своего поведения был выведен из клуба фактически. А потом потерял и Де Юре, когда он перешел в Зенит. Спартак замену Соболеву, в общем-то, так и не нашел. А она, наверное, нужна, потому что тот же самый Виллиан Жозе, но он подписывался еще до продажи Соболева. То есть, очевидно, что Спартаку были нужны дополнительные силы впереди. Видимо, Спартаку было нужно больше нападающих, а сейчас с форвардами все не так оптимистично. Поэтому тут, вполне возможно, Спартак все-таки попытается под занавес трансферного окна взять себе нападающего. Скоро дубой не срослось, но тут вроде как появился еще один латиноамериканский вариант. Латиноамериканец, также выступающий в России и также выступающий в Краснодарском крае. Речь про Сауля Гуарри Раппу. Да, того самого из футбольного клуба Сочи, да, того самого, который, по слухам, вроде как должен сейчас прийти в ЦСКА. Но тут есть нюансы, которые хотелось бы отдельно обсудить. И эти нюансы, возможно, как раз и позволят Спартаку перехватить этого футболиста. Но сперва хотелось бы сказать, что я завел свой блог на Бусти, где публикую прогнозы на все матчи российского чемпионата. А также там будут выходить ретро-ролики, посвященные выступлению российских команд в Еврокубках. И там уже вышло видео, посвященное сезону 92-93, когда ЦСКА обыграл Барселону. Спартак смог пройти Ливерпуль. Это было серьезное состязание. И то, что Спартак остановился в паре шагов от трофея, это очень серьезный успех. А Торпеда и Динамо достойно выступили в Кубке УЕФА. Все эти ролики доступны в полном объеме на моем Бусти. Ссылочка в описании и в закрепленном комментарии. Плюс к этому в конце видео я буду упоминать всех платных подписчиков с моей платформы Бусти. Итак, во-первых, касательно ситуации с ЦСКА и подписанием Сауля здесь все неоднозначно. Во-первых, начнем с того, что первые вот эти стартовые инсайды касательно Гуарей Рапы в армейском клубе, они были достаточно логичными и понятными. Сочи хотел отдать Гуарей Рапу в годичную аренду без права выкупа, для того, чтобы Сауль мог поддерживать нужные кондиции высшей лиги, а потом, когда Сочи, ну как видимо они на это рассчитывают, вернется в элитный дивизион, Сауля можно вернуть. Поэтому права выкупа нет, поэтому риск потерять футболиста минимальный, поэтому Сауль не будет возмущаться, потому что будет играть в элитном дивизионе. В общем, все вроде как в плюсе. Ну а сейчас появился инсайт, что ЦСКА все-таки хочет выкупить игрока. И вот тут уже могут вмешаться некоторые силы. Ну, например, Зенит. Я думаю, ни для кого не секрет, что отношения между Зенитом и ЦСКА сейчас, мягко говоря, неоднозначные. После истории с Марио, после Кругового и так далее, здесь все натянуто до предела. И учитывая то, что Сочи и Зенит, мягко говоря, связаны друг с другом клубы, Зенит может наложить вето на такую сделку. То есть одно дело, если это действительно выгодно для Сочи, отдать Сауле на год, а потом, может быть, вернуть. Это одна ситуация. А давать ЦСКА возможность арендовать Сауле с правом выкупа, это совсем другой калинкор. И то, что сейчас сообщается, что ЦСКА хочет взять Сауле именно с возможностью дальнейшего подписания, это может не устроить Санкт-Петербургский Зенит, учитывая отношения Зенита и ЦСКА. Поэтому тут я допускаю, что может быть просто тупо блокировка этого трансфера. Тем более, что и в плане денег у ЦСКА все не так однозначно. Недаром же все эти инсайды, что у ЦСКА просто нет денег на новые покупки. А что касается Спартака, у них финансы не поют романцы. Они уже показали свою состоятельность в таких вот схватках трансферных. Напомню, что Маркиньос изначально должен был перейти в локомотив, но Спартак смог перебить предложение красно-зеленых, поэтому сейчас Спартак может точно так же перебить и предложение по Саулю. При этом, да, понятное дело, что для Зенита Спартак тоже, конечно, неоднозначный коллектив с точки зрения возможности усиления этого клуба. И понятное дело, что Зенит вряд ли будет ликовать от счастья, что игрок из Сочи перешел туда. Но, во-первых, у Зенита со Спартаком сейчас нету такой открытой вражды по части трансферов. Вот Соболев даже перешел в Зенит. Понятное дело, такой себе показатель, но, тем не менее, удалось договориться. Вот, пожалуйста, посмотрите сейчас по слухам, сразу двое Спартаковцев переезжают в тот самый Сочи, в, так скажем, фарм-клуб Зенита. Так что здесь даже вот в рамках этих сделок можно что-то там придумать. Ну, условно говоря, Милешин переходит в Сочи, это почти официальная инфа. Маслов переходит в Сочи, причем в один конец билет до Сочинского берега, потому что Маслов арендован до конца этого сезона, а там у него контракт со Спартаком заканчивается. Но то есть здесь в рамках всей вот этой трансферной свистопляски я вполне себе допускаю, что Спартаку будет куда легче добиться подписания Сауля. Тем более, что, скажем так, Сауль это игрок, который, на мой взгляд, подошел бы Спартаку. Во-первых, Сауль это мощный таранный форвард, который может как раз взять на себя функционал Соболева и который будет явно пободрее и поживее Шамара и Веляна Жозе, которые до сих пор числятся в Спартаке. Один худеет, другой не поймешь, уйдет, не поймешь, останется, но тем не менее. При этом Сауль достаточно техничный, подвижный и оснащенный. В этом он, на мой взгляд, превосходит Соболева. Так что здесь размен Соболева на Сауля, такой, знаете, тройной размен. То, что Соболев отправляется в Зенит, Зенит дает санкцию Сочи на то, что они могут отдать Сауле. Сауль отправляется в Спартак. Спартак отдает Милешина в аренду сочинцам вместе с Масловым. Так вот, вот этот любовный трансферный треугольник смотрится достаточно выгодно для Спартака. Они и в деньгах в итоге прибавят и получат игрока посильнее Соболева в чем-то. И при этом пристроят ненужных футболистов, кого в аренду, а кого на постоянной основе. В общем, посмотрим. На мой взгляд, этот трансфер кажется более логичным с точки зрения отношений между коллективами. Но если Сочи отдаст Сауле именно в ЦСКА, о чем сейчас многие говорят, инсайдеры, ну, это будет говорить о том, что все-таки, наверное, отношения между Сочи и Зенитом, они дружественные, но далеко не вассальные. Назовем это так, и приказы давать из Санкт-Петербурга в Сочи можно, конечно, иногда, но далеко не в каждом случае. Хотелось бы поблагодарить моих платных подписчиков на Бусти. Валерия Седина, Фила Ричардса, Дмитриевича, Микро Хафилпафа, Серго ФКСМ, Кирилла, Евгения Злобина, Ольгу Фролову, Максима Новикова, Алексиса, Гладиатора Свау, Тихона, Изадеров Изадеров, Рима Рефейжератовна, Елену, Just Do It, Лазарес, Олег ЦВБП, Кристал Мун, Кель, Мага 01, Профессор. Спасибо вам, дамы и господа, вы лучшие.